Газета «Новое поколение» Юлиана Жикова. Не секрет, что Алматы является одним из самых крупных доноров республиканского бюджета. Недавно на совещании у президента вы поднимали вопрос об увеличении изъятий из местных бюджетов, в частности Алматы. Чем такое изъятие, увеличение этих изъятий может грозить городу, учитывая ваши планы по развитию? Сейчас в парламенте рассматривается проект трехлетнего бюджета, поэтому в 2014, 2015, 2016 годы для нас очень важно, чтобы сразу же такой показатель, как изъятие, оно не меняется после того, как примут депутаты, после того, как президент подпишется этот закон. Поэтому мы очень внимательно, тщательно подошли к этому вопросу. Изъятие из города Алматы седьмого по этот год составляло от 53 миллиардов, потом снижалось до 46 миллиардов. В годы кризиса в прошлом году было 46 миллиардов, в этом году 52 миллиарда. То есть где-то на уровне 50 миллиардов. Но когда нам изъятие поставили 83 миллиарда на следующий год с ростом на 60 процентов, а на 2016 год 148 миллиардов или почти в три раза, естественно, с этим согласиться было сложно. И поэтому я выступал, этот вопрос поднимал. Ну, спасибо правительству, а не с пониманием отлично снись. И хотя бюджет уже находился в парламенте, мы работали с депутатами, нам удалось скорректировать этот бюджет. И, конечно, не так, как хотелось бы, но тем не менее мы нашли оптимальное, я считаю, решение. Скажем, в 2016 году изъятие будет не 148, а 97 миллиардов. Это, естественно, значительная цифра на 50 миллиардов снижения по 2016 году. По 2014 году из 83 спустились до 70 миллиардов. Да, Алмата, конечно, развивается, но темпы роста доходов, которые запланировали нам, 12 процентов, это слишком тоже большие доходы. Сейчас этот прогноз тоже скорректирован с учетом того, что рост будет составлять 8-10 процентов. То есть, это выступление, можно сказать, дало толчок и понимание со стороны и премьера, и Министерства экономики и бюджетного развития. Мы понимали, их не в методику подсчет, но, тем не менее, реальность всегда лучше, чем любая методика. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Ахмеджан Смогулович. Меня зовут Динара Аклужанова, я представляю Первый канал Евразия. У меня вопрос от наших телезрителей, проживающих по улице Манаса-9. Их дом был отремонтирован в рамках программы модернизации ЖКХ, было потрачено более 40 миллионов тенге. Эти деньги люди должны будут выплатить в течение 7 лет. Но уже сейчас дом сыпется, и от ремонта нет и следа. Жители спрашивают, почему они должны платить за такую модернизацию? Значит, это, конечно, можно сказать, такой частный вопрос, с которым, тем не менее, мы и разберемся. В принципе, программа ЖКХ очень хорошая. Для жителей условия возврата кредита очень приемлемы, особенно в 2011 году это было. И около 60 домов мы отремонтировали. Если есть какие-то там недоделки и так далее, безусловно, по этому адресу мы и разберемся. А в целом программа оказала очень положительное влияние, поскольку после модернизации стоимость этих квартир вырастает на 15-20%. Правда, в прошлом году из-за того, что были определенные моменты, можно сказать, процессуального характера, средства не были выделены, условия изменились, и на это жильцы не хотели идти. В этом году снова вернулись к той же самой схеме. Но однако год прошел, и средств мы из республиканского бюджета не получили. По вашим частным вопросам мы разберемся. Спасибо большое. Следующий вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому все работы заранее планируются. Есть у нас институт, который за этим смотрит. Они, эти улицы, проходят согласование, естественно, утверждаются Маслихатом. Вначале бюджетная комиссия, а потом на заседании Маслихата. Наши депутаты, наши нуратановцы, ахжоловцы, ОСДП, коммунисты, они все очень активны. Если в городе что-то случится, то вы знаете, что сразу же они об этом сообщают, мягко говоря. Поэтому все улицы, которые перекладываются, они перекладываются в соответствии с планом проведения этих работ. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Вопрос, наверное, который стал уже традиционным для Акимов. Ваш доход и что находится в вашей собственности? Сегодня, когда я готовился там наверху, мне сказали, что такой вопрос может быть. Я уточнил, абсолютно точно говорю. 645 тысяч моя зарплата, 130 тысяч удерживается, 515 я получаю. Зарплата я удовлетворен. По поводу собственности. Собственность у меня здесь, в Астане, есть дом на гольфе, небольшой домик. Вы знаете о гольфе. И у супруги дом в Алма-Ате. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Айгуль Жамалова, 7 канал. Живу сейчас у моего жены. Господин Исимов, никто не поспорит с тем фактом, что вы безумно популярны в интернете и, пожалуй, единственные из всех Акимов, у кого есть собственный хэштег в Твиттере. То есть ключевое слово, как обозначает всю информацию, касающуюся вас. У меня такой вопрос, как вы в целом относитесь к социальным сетям и не планируете ли создать официальную страничку в Твиттере, чтобы стать ближе к народу? Такая мысль была, потом говорит, зачем вам пьяриться, вы и так известный человек. Поэтому специальности открывать не собираюсь, а к социальным сетям отношусь очень внимательно. Сегодня, например, утром сразу взял свой айфон и просмотрел, что там творится, что говорят про Алмату. Это, естественно, понятно. Не всегда соглашаюсь с тем, что там бывает, особенно с комментариями. Но, тем не менее, это выражение мнения многих людей, которые я должен знать. Поэтому к этому отношусь вполне нормально. Хотя бывает разная реакция, естественно. Я тоже живой человек, хотя многое видел в жизни, но, тем не менее, все нормально. Как говорится, у меня есть свое мнение, но я с ним не согласен.